Мероприятие, посвященное важной дате, собрало на одной площадке друзей и тех, кто наполняет стены учреждения образования своим звонким детским смехом, и тех, кто обеспечивает для ребят комфортные условия. Без подарков и поздравлений не остался ни один участник встречи. С праздником вас! Всех вам благ, всего самого лучшего, чтобы ваши детки росли, крепчались, чтобы вы за них всегда были горды. В принципе, в ваших руках будущее страны. Четверть века – важный рубеж. Конечно, есть в областном центре учреждения и в гораздо более солидном возрасте, и те, кто моложе. Однако здесь уверенное дело не в количестве прожитых лет, а в их качестве. Вопрос в том, чувствуют ли юные обречения себя уютно, смогли ли специалисты найти к ребятам подход. Если судить по атмосфере праздничного мероприятия, ответ очевиден и положителен. Благодаря тому, что здесь были и есть хорошие и прекрасные руководители, понимающие родители, при поддержке городских властей, здесь создана достаточно хорошая учебно-материальная база, соответствующая решаемым задачам. В настоящее время воспитанниками 82-го Брестского детского сада являются более 320 человек. Процесс образования и воспитания обеспечивают 68. По словам администрации учреждения, сотрудники подходят к своим обязанностям ответственно, а к детям – с любовью. Большое внимание здесь уделяют не только воспитанию и физическому развитию ребят, но и их образованию. Чтобы ответить на все детские «почему», удовлетворить детскую пытливость, любознательность, в своей работе мы используем исследовательский метод обучения. Это дает возможность у детей развивать критичность мышления, речь. Дети становятся более уверенными в себе, познаватели, интересы их удовлетворяются. О том, получается ли у взрослых создать на базе учреждения территорию счастливого детства, а также какие занятия в садике, особенно по душе, с удовольствием рассказывают сами ребятам. Мне нравится ходить в детский сад. У меня здесь много друзей, и мы с ними играем в конструктор. А мне больше всего нравится играть в куклы, ходить в гости с ними, пить чай и укладывать спать, одевать красивые наряды. Я скоро пойду в школу, и мне нравится заниматься на занятиях. Если подытожить, то 82-й детский сад – это настоящий второй дом как для детей, так и для тех, кто занимается их воспитанием. И очень важно, чтобы в этом доме и впредь царили любовь и гармония. В дошкольном учреждении работают воспитатели, профессионалы, работают сотрудники, которые занимаются именно воспитанием детей, наших детей подрастающего поколения. Здесь быть по разные стороны никак невозможно. Едино, есть один образовательный процесс, единые у всех задачи, чтобы нашим детям было комфортно, уютно, хорошо в дошкольном учреждении.